Про ревматологические заболевания Александр Геннадьевич Толкушин, комитет фактических наук, ведущий специалист отдела оценки медицинской технологии Департамента Гонгорода Москвы и Организации здравоохранения и физку-менеджмента, расскажет про управление акционалами лекарственных препаратов, предоставляемых за счет бюджетных средств на премьере генно-инженерных препаратов при ревматойном артериете. Александр Геннадьевич, прошу вас. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Доклад посвящен подходу к управлению арсеналом лекарственных препаратов с применением метода соотношения цена и ценности. То есть этот метод, который позволяет в общем-то обобщить, унифицировать методику и получить необходимые результаты на примере ревматойного артериета. Как видно из слайда, биологические таргетные препараты используются довольно нечасто, при этом стоят довольно дорого. Соответственно, все биологические таргетные противовоспалительные препараты относятся к группе АВ по АБЦТВН-анализу по специфик-позиции. Потребление этих препаратов характеризуется довольно высокой разнообразностью, разнообразием и в том числе обеспечиваются как люди из средневозрастной группы, так и более старшей возрастной группы. Для того, чтобы оценить целесообразность изменения арсенала в объемах, например, сокращения того или иного препарата по количеству процентов, либо добавление назначения новым процентом каких-то других препаратов с учетом фиксированного бюджета, который выделяется на них, была разработана методика в соотношении цены и ценности. В данном слайде представлены критерии ценности, общие критерии ценности, их 10, 5, которых характеризуют лекарственные препараты, 5, которых характеризует популяцию. У нас популяция одинаковая, эти критерии мы не рассматриваем. Что касается критериев оценки ценностей для лекарственных препаратов, схожих между собой, то мы эти критерии будем рассматривать. Они различаются несущественно, в основном различаются в удобстве применения, потому что у всех этих препаратов различный режим прописанного применения. Ну и как мы посмотрим дальше, что и по другим критериям они тоже будут различаться. Этот метод отличается от фармакоэкономики тем, что фиксированы показатели затратности на лекарственные препараты и эффективность, которая выражена в общинном показателе ценностей. Также имеется фиксированный бюджет. Если лекарственные препараты фиксированный бюджет не укладывается, то, соответственно, нужно поднимать вопрос об сокращении либо цены, либо объема. При том, что возможности бюджета они имеют прямую основную зависимость от ценности. То есть если лекарственные препараты стоят больше, то он должен иметь более высокую пропорциональную ценность. И развод ремном примере ревматоидного артрита по данным 2019 года в Москве. Перечень лекарственных препаратов, которые применяются при ревматоидном артрите, сопоставим с тем, что был при устательных заболеваниях кишечника. Это преимущественно биологические препараты. Но также есть и некоторые изменения, отличия. Видно их затратность по каждому препарату. В ревматоидном пациенте, в ревматоидном пациенте. Как видно, что в результате предварительной оценки ценности выявлено, что препараты различаются не только по удобству применения, но и по другим показателям. В том числе немножко различались влияние на выживаемость, влияние на качество жизни. И для того, чтобы собрать использовались мини-эксперты, по мини-экспертов препараты, биоаналогичные некоторые применяемые в практике не оправдали высокую ценность, которая была заложена препаратом, который выходил первым из этих биоаналогов, первой маленькой, что-то называемой препаратогеном. Вес критериев. Также различался в весе для обзора критериев был отдельно проведен опрос специалистов, имеющих опыт принять решение в сфере лекарственного обеспечения. И получились такие вот критерии. Результаты критериальной оценки было получено в итоге по всем препаратам в данном случае 258 баллов относительной ценности на всех многогородных пациентов из 55 человек. И затрачено было в 2019 году порядка 32 миллионов рублей. Соответственно, что делать дальше с этой картинкой? Как с этим арсеналом можно управлять? Можно попробовать изменить объем потребления. В данном случае мы предположили, что вместо двух пациентов с одного препарата будет использоваться другой, более дешевый, и вызываются средства для применения препарата от офиценик. Также можно сравнивать текущую ситуацию, которая, в общем-то, была оценена, с возможной потенциальной любой другой ситуацией. И оценивать, насколько будет изменяться бюджет, баллы ценностей и количество пациентов. Ну, в данном случае вы видите, что при даже небольшом изменении структуры потребления появилась возможность для того, чтобы лечить до конечного пациента, и при этом общее количество баллов ценностей выросло существенно. При этом бюджет, примерно, похоже на стасы, чуть-чуть сократился едва. И мы планируем в ближайшее время апробировать эту методику более детально и представить результаты более конкретно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!